Если есть такой вопрос, появляется в голове сейчас у жителей России, что же я могу сделать, чтобы как минимум не допустить подобных случаев, ну, как минимум, это не поддаваться мобилизации, в каком бы формате она ни происходила на территории самой Российской Федерации, и мы продолжим эту тему в нашем эфире, также будем говорить о мобилизации в Ордло, потому что мобилизация в Ордло незаконная, и далее речь пойдет о том, что делать, чтобы избежать этого призыва. Без энтузиазма за последние 8 лет большинство жителей временно неподконтрольных Киеву территории Донбасса успели оценить все так называемые прелести жизни под российской оккупацией, теперь вовсе не хотят защищать такой режим, ну, а тем более уже погибать за этот режим. И даже пропагандистским СМИ не удается убедить людей становиться пушечным мясом в войне против своей же страны, Украины. Так, в июне в сети появилось видео из оккупированной Макеевки в Донецкой области, на нем женщина буквально вырывает своего мужа из рук сотрудников военкомата. Что же делать, чтобы избежать незаконной мобилизации? Какие есть пути? В материале наших коллег. Могилизация. Так, успели окрестить принудительную мобилизацию на оккупированных территориях Донбасса, которая началась еще в феврале. За это время люди уже успели оценить некоторые особенности службы в так называемой армии. Отвратительная кормежка, старая экипировка и, конечно, устрашающее количество двухсотых и без вести пропавших. Этому мужчине из Макеевки чудом удалось избежать такой незавидной участи. У него забрали паспорт и пытались отвезти в военкомат прямо с улицы для дальнейшей отправки на фронт. Именно так бы и случилось, если бы рядом с ним не было его супруги. После долгих припираний и звонков в военкомат мужчине отдали паспорт в обмен на повестку. Он гражданин Украины, понятно? И что? И что? Военное положение объявлено в Украине. Воевать никто не хочет. Вы уже все задолбали своей войной. Позабирали всех мужиков, всех ребят. Уже половина похоронили мы. Отдайте документы парню. Вы меня слышите? Вы смотри, какие все умные. Схема рейдов по отлову новобранцев на оккупированных территориях Донбасса простая. Видят мужчину, окружают его, требуют предъявить паспорт, а после забирают. Зная это, многие просто не выходят из своих домов. Но и тут российские военные нашли выход. Вот что рассказывает военнопленный из временно оккупированного Луганска. В одном из домов на оккупированных сделали утечку паса. Многие женщины и детей сначала отдельно, мужчин, забирали в автобусы. Вы проявитесь. Дело в том, что хотите, но не идите на эту войну. Очень много двухсот. Участились случаи призыва и мужчин возрастом от 50 до 60 лет. В казармах временно неподконтрольного Украине Первомайска им по несколько дней не дают еду, чтобы те согласились идти добровольцами на фронт. Усугубляет ситуацию то, что они граждане Украины. А значит, помощи от местных адвокатов ждать не приходится. Но не всё так безнадёжно. Украинские власти советуют о подобных преступлениях сообщать в специальный чат-бот СБУ. А Украинский центр по правам человека Змина даёт рекомендации, как гражданам Украины избежать принудительной мобилизации. Как избежать мобилизации в Ордло? Саботируйте службу в войсках агрессора. Лично избегайте получения повесток и звонков из оккупационных военкоматов. Измените свой номер телефона или временно прекратите его использование. Временно измените место жительства и не сообщайте о нём любым способом. Если с вами всё же вышли на связь, не отказывайтесь прямо от исполнения воинского долга, а обоснуйте причины, почему вы не можете служить. Центр прав человека Змина. Причины отказа от службы могут быть различными, в том числе и такие. Причины для отказа от службы – непригодность по состоянию здоровья, статус опекуна или попечителя в отношении несовершеннолетних сестёр или братьев, воспитание ребёнка без матери, наличие двух или более детей, обучение на дневной форме в учебных заведениях, педагогические работники образовательных организаций, наличие ребёнка с инвалидностью до трёх лет, наличие ребёнка и беременной жены со сроком беременности более 22 недель, содержание четырёх и более детей в возрасте до 16 лет. Центр прав человека Змина. К тому же правозащитники настоятельно рекомендуют тем, кто всё же был мобилизован при первой же возможности сдаться в плен украинской армии. Тогда есть шанс быть признанным жертвой военного преступления и вернуться домой, но только в случае, если вы не выполняли незаконных приказов, то есть не обстреливали мирное население и гражданские объекты. Иначе ваши действия будут квалифицированы как преступления без сроков давности, и рано или поздно за них придётся ответить перед судом. Юлия Аграновская, специально для информационного марафона Freedom, телеканала UA. И эту тему в разговоре продолжим с нашим следующим гостем, Константин Скоркин, независимый журналист и политолог. С нами на связи. Здравствуйте, Константин. Добрый день. Ну что ж, мы говорим о мобилизации в Ордло, о незаконной мобилизации в Ордло. В данном материале, который только что мы с вами смотрели, чёткие шли месседжи о том, как её можно избежать. Но тут остаётся только дело практики, потому что, как мы видели на видео, опять же, которое было опубликовано в этом сюжете, просто безнаказанно, просто вопреки всем, даже псевдозаконам псевдореспублик самопрозглашённых, всё равно действуют не по закону. Так что же делать? Просто из дома не выходить? Ну, как вариант, например. На самом деле, выборов людей там мало. То есть дома же тоже не отсидишься в течение, не знаю, уже этих бесконечных месяцев войны. На самом деле, выборов людей, которые остались на территории Ордло, сейчас, конечно, им не позавидуешь. То есть они в ужасном положении, поскольку сейчас население мужское Ордло рассматривается как такой резерв боевой силы, пушечного мяса, если угодно. Поскольку, как совершенно справедливо было отмечено в сюжете, они являются гражданами Украины, и поэтому потери среди вот этих союзных войск, как их называют в российских медиа, которые, по большому счету, для российского руководства значения не имеют. Для них имеет значение потери среди россиян, а вот сколько погибнет здесь людей, в принципе, не имеет значения. Поэтому это как бы такой вот один из источников, который позволяет России избегать проведения мобилизации в самой России, поскольку здесь вот есть эти люди, и за счет их решаются какие-то проблемы на фронте. На территории самой Российской Федерации был также один из советов, что просто время от времени менять место жительства, переезжать из области в область, чтобы не получить эту повестку. Но ведь на территории Ордло вряд ли такой способ будет действенным. Ну, там особо куда-то перемещаться, там пространство не очень большое. Но я думаю, что те, кто, возможно, как вариант, те, кто там живут, они могут попытаться, ну, поскольку на украинскую территорию оттуда сейчас выбраться практически невозможно, то можно попытаться выбраться в Россию, а уже с территории России выбираться дальше, в Европу или в Украину, как там, как получится. Я знаю, что такие как бы коридоры есть, да, и вот люди насильственно депортированы из захваченных городов, им пользуются. Но я думаю, что те, кто хочет избежать вот такой судьбы на территории ДНР, ЛНР, так называемых, ну, тоже, я думаю, могут попытаться счастья. Ну и также, если говорить о временно оккупированных территориях, то есть так называемая скрытая мобилизация. Речь идет о временно оккупированном и разрушенном практически полностью России Мариуполе. Там россияне начали очередную волну скрытой мобилизации населения. Об этом Петр Андрющенко рассказал. Это советник мэра Мариуполя. По его словам, россияне пытаются вербовать людей через массовое предложение работы пожарными инспекторами. Набирают людей возрастом от 25 до 30 лет без опыта работы. И далее, как уверяет Андрющенко, их направляют в Донецк на тренировку и обучение. Также Петр Андрющенко призвал мариупольцев избежать любого трудоустройства, которое предусматривает форму и присягу террористам ДНР. Так как это, цитирую, прямой путь в окопы. Скажите, пожалуйста, но тут вообще ситуация сложная. Тут сложная в том, что у мариупольца выбора нет и некуда бежать. Или ты просто умрешь от голода, умрешь в руинах, либо же будешь находить какие-то возможности выжить. Помните, когда-то, в 2014 году после оккупации Крыма России, там была принудительная паспортизация. И с одной стороны, люди, которые не хотели получать российский паспорт, не были даже перед выбором поставлены. Их обязали это сделать. Если же ты не получаешь российский паспорт, там тебе чуть ли не срок какой-то светит. И в Украине тогда сказали, что людей таких осуждать не будут, потому что у них выбора не было. Что же делать сейчас мариупольцам? Ну, опять-таки, тут тоже ситуация сложнейшая. Действительно, мне кажется, со стороны украинских властей необходимо по отношению к людям, к тем, которые попали в оккупацию уже после начала этого вторжения в этом году, мне кажется, должны относиться с пониманием к их ситуации. То, что они оказались абсолютно бесправны, подневольны и во власти, собственно, оккупантов, которые могут сейчас принуждать их делать со что угодно. Поэтому, ну, тут не знаю, что тут в этой ситуации здесь действительно также будут проводить мобилизацию явно уже, да, понятно, не афишируя это, но опять-таки, учитывая, что России нужны солдаты сейчас, желательно не из России, да, чтобы как можно меньше раздражать свое население там внутри России какими-то мобилизационными мероприятиями или там принудительным переводом на контракты, то здесь есть, опять-таки, источник кушечного мяса, и им, конечно, будет пользоваться. То есть ситуация печальна, на самом деле. Я правильно понимаю, что если уже кто-то попал под такую принудительную мобилизацию, а по сути, если кого-то уже похитили просто с улицы, вот как-то избежать этого, сбежать или вернуться практически невозможная, шансы близки к нулю. Нет, ну я думаю, что какие-то индивидуальные истории такие есть, когда люди там как-то выпутывались из этого. Ну, всегда есть опция у всех насилищно мобилизованных, которая всегда была у солдат, не желавших воевать под тем или иным флагмам, и всегда сдаваться в плен. Это идет там сквозь всю историю мировых войн, такая опция сохраняется. Российская Федерация использует много способов набора людей на войну с Украиной через частные военные компании или же создание так называемых патриотических батальонов. Об этом рассказал представитель главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий. Давайте услышим прямую речь. На сегодняшний день Российская Федерация использует разные способы наемничества, рекрутирования. Очень активно в последнее время начали привлекать частную военную компанию. Та же Вагнер, Лига развернули пункты вербовки по всей Российской Федерации. Начали такой новый механизм, как создание так называемых патриотических национальных батальонов, причем по всей территории Российской Федерации. В той же самой Костроме Оренбурге, где формируются эти стрелковые батальоны и направляются на нашу территорию. Таким образом, ресурсы истощаются и приходит понимание, что рано или поздно придется объявлять мобилизацию для того, чтобы поддержать тот темп наступления, который сейчас хочет сохранить Российская Федерация. Вадим Скибицкий, представитель главного управления разведки Минобороны Украины. И в свою очередь также тут навязывается вопрос, на что может еще пойти Российская Федерация, чтобы взять людей. Понятное дело, что вот эти действия, они по факту и подтверждают те слова, которые ранее в нашем эфире говорили и военные эксперты о том, что Российская Федерация не имеет уже человеческого ресурса, кто-то либо отказывается. Даже были случаи, когда российские военные, приезжая на территорию Украины, сами себя ранили, чтобы потом попасть в госпиталь, только чтобы не воевать против Украины. Какие еще механизмы Российская Федерация может использовать против людей, в том числе и на временно оккупированных украинских территориях? По привлечению в ряды войск, я не очень понял последний вопрос, простите. Да, для того, чтобы привлечь людей, даже против их воли воевать на территории Украины, потому что речь идет не только о россиянах уже, а и людях, которые находятся сейчас на временно оккупированных территориях. К чему может дальше прийти Российская Федерация? Ну, сейчас я вижу, что по оккупированным территориям мы с вами говорили, что идет принудительная мобилизация, и по мере включения территорий, захвата новых территорий, соответственно, население мужское там также рассматривается как ресурс для мобилизации. Это будет продолжаться, пока, я не знаю, пока это не приведет к полному обезгюдиванию этих местностей. По поводу внутри самой России. Внутри самой России сейчас практикуется так называемая скрытая мобилизация, то есть перевод на добровольно-принудительный перевод на контракты военнослужащих, включая тех, кого только призвали. Чаще это все происходит частично, конечно, люди идут по своему желанию, то есть тут мы можем много говорить о принуждениях и так далее. Они, конечно, есть, но есть, к сожалению, все-таки значительные человеческие ресурсы у России в том плане, что мужчины из депрессивных российских регионов, где очень низкая зарплата, нет работы, видят в этом возможность заработать на жизнь, и поэтому они, собственно, идут на контракт вооруженные силы, пополняют различные наемнические частные военные компании и так далее. То есть вот этот ресурс, он в России пока еще есть. Плюс момент принудительного перевода на контракты, как правило, в воинских частях начинают давить на призывников, хотя они имеют, на самом деле, абсолютное право отказаться, даже по российским законам, но все меньше это право, у них все меньше и меньше есть возможность его реализовать, потому что это начинает уже рассматриваться как некая форма измены родине, на них всячески оказывают давление на их родных и так далее. Поэтому многие просто оказавшись в ситуации армейской зависимостью от отцов командиров, так сказать, поддаются на их убеждения и подписывание контракта. То есть тут на самом деле плюс тема вот этих созданий добровольческих отрядов по различным регионам России, некоторые с национальной окраской в национальных различных республиках, некоторые просто по территориальному принципу недавно писали о том, что так называемые полки Собянина в Москве, то есть некие добровольческие формирования, которые финансируются непосредственно из московского бюджета. То есть уже это сбросили в качестве нагрузки на регионы, чтобы они сами создавали военные формирования. То есть тут конечно но по-прежнему все это делается для того, чтобы максимально отсрочить проведение принудительной мобилизации. Потому что это сейчас как бы часть такого негласного контракта между властью и обществом в России. Поскольку собственно весь миф о спецоперации держится на том, что Россия не ведет войны. Воюют профессионалы, контрактники, которые добровольно туда отправляются, подают согласие на то, что воевать. и Россия ведет таким ограниченным контингентом войны. Уже давно это как бы не соответствует действительности. Потому что мы знаем, что и призывники там оказывались, и вот призывников принудительно переводят на контракт и так далее. Но тем не менее пока не объявлена мобилизация, Кремль может продолжать играть в эту свою спецоперацию, задуривая головы собственному населению. Всячески отрицая войну. само упоминание слова война в России сейчас криминализовано. За это дают уголовные сроки, и сейчас ряд оппозиционеров проходят по уголовным делам, именно за то, что и называли, просто речь своими именами, войну, войной. И поэтому Кремль максимально хочет играть дальше в спецоперацию, и поэтому максимально оттягивать возможность мобилизации и обходиться всякими такими способами, подтягивая все ресурсы, какие возможны. Мы уже с вами видели насильство, мобилизация в Ордло и других оккупированных территориях, вот это принудительное переведение на контракты срочников, ну и формирование различных наемнических или добровольческих подразделений под разными флагами, в разных формах и так далее. Константин, вот все-таки возвращаясь к теме мобилизации в Ордло, которая является незаконной, не единожды мы видели также видео, где там матери, жены звонят куда-то, пытаются добиться какой-то правды, истины и попрепятствовать и незаконной мобилизации, и элементарно условиям, при которых заставляют воевать принудительно мобилизованных. Вот эти голоса матерей, жен, они как-то на что-то могут повлиять? Кто-то обращает вообще на это внимание? Ну вот я видел на телеканале НТВ был сюжет про то, как одну из жен мобилизованных, которая участвовала в организации протестов жены-матерей под военкоматом, которые требовали вернуть своих мужей, ее арестовали и ей грозит до 20 лет. Это как бы информация российского телевидения, то есть в данном случае прямо-таки то есть это не скрывается я имею в виду, что это как бы никто-то разузнал, что ей теперь грозит, а официально по российскому федеральному ТВ рассказывают какую-то нормальную вещь. Ей грозит до 20 лет за госизмену, потому что она якобы распространяла фейки о российской армии и о вооруженных силах ДНР и ЛНР. Вот тоже это та самая тема, что нельзя называть вещи своими именами. Вот как бы результат протеста. Но тем не менее такие протесты продолжаются и они будут продолжаться, потому что несмотря на то, что возможно эти люди, которые живут сейчас на Донбассе, они там не образумятся даже под воздействием таких страшных событий, под воздействием того, что они там забирают их сыновей, мужей, отцов под принудительной мобилизацией, они, конечно, вряд ли можно ждать, что они так сразу пересменят свои все взгляды и станут за Украину, но тем не менее разочарование в местных властях и, соответственно, далее в России, оно наступает, потому что все прекрасно видят, что их мужчин используют в качестве такой расходной силы на фронте для того, чтобы там поберечь возможно какие-то российские части. И это не может. Люди это знают прекрасно, они между собой все это обсуждают и в соцсетях, и на кухнях. И я думаю, что такое недовольство будет распространяться дальше. И то есть чем более варварским методом будет вести мобилизация, тем больше собственно этих недовольных будет. Это так. Благодарим вас, Константин. Я напомню зрителям, что с нами на прямой связи был Константин Скоркин, независимый журналист и политолог. И мы говорили о том, что мобилизация в Ордлое незаконна и также о способах как избежать этого незаконного призыва.